Если у нас здесь сегодня те, кому нужен английский текст. Ставьте плюсик в чате, проверяйте звук, проверяйте видео. Кто не понимает русский, напишите мне про это. Звук отличный, видео тоже. Да, добрый вечер. Так, еще раз, вот те, кто у нас подключились, Виктория, Юлия, из других стран. У вас есть проблемы с языком? Все ли хорошо? Будет ли вам понятно на русском языке? Добрый вечер. Все, Виктория все понимает. Да, я просто знаю о том, что у нас зарегистрировались люди из разных стран. Да, пригласила, чтобы нам попереводили. Но если нам перевод не нужен, то мы продолжим дальше общаться на русском языке. Без перевода так намного, конечно, удобнее. Все, тогда, Александр, благодарю. Второй вопрос. Поставьте, пожалуйста, два плюсика в чате. Кто не был? Да, 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 Саша, огромное спасибо. Да, да, когда к нам будут подключаться, мы, конечно, к тебе обратимся. Поставьте два плюсика в чате. Кто никогда не был на моих занятиях, на моих семинарах, и первый раз сегодня вообще слышит обо мне, о моей методике, и вообще немножко не понимает, как и чем мы тут будем заниматься, потому что, на самом деле, в этом курсе у нас уже третье занятие. И очень многие тут у нас, начиная с первого занятия, и здесь есть те, кто учатся у меня на школе, и те, кто знает меня довольно долго и довольно хорошо, с кем мы занимаемся длительное время. И есть те, видимо, с кем мы будем сегодня только знакомиться. Поэтому те, кто меня знает хорошо, я сейчас обращаюсь к тем, кто меня не знает. Меня зовут Татьяна Инчаева. Я руковожу научно-исследовательским центром Алифгрупп, и мы уже более 20 лет занимаемся изучением всем тем, что связано с запредельными способностями человека, с его сознанием. Для этого мы проводим огромное количество исследований и выбираем из всей вот этой кучи лучшие практики, самые быстрые практики, самые действенные практики. Адаптируем их для ума современного человека, чтобы у нас не было там неведомых сил, стараемся, чтобы практики были наукоемкие. Стараемся найти объяснения там, где вообще их в принципе не существует. И даже вот уже наткнувшись даже вот на такую немножко стену вот этой невербалки, у нас существует институт невербальных коммуникаций, где мы объясняем, как считывать все вообще невербальные сигналы, что они значат, и на каком языке вообще с нами разговаривает мозг. Но это такая длительная тема подготовки, обучения для того, чтобы человек вошел в определенные состояния сознания, которые условно я называю управляющее состояние сознания, потому что это не совсем измененка. Немножко другая техника, другая технология, нежели это дается в образовательных институтах, в классических институтах, которые связаны с гипнозом, институтом мозга и так далее и тому подобное. Вот эти техники и практики, пожалуй, что они являются уникальными и очень многое довольно сложно объяснить, но мы очень стараемся, потому что разбираем буквально по слоям, даем вот эти вот настроечки. И начиная с следующего понедельника, сегодня мы последний день разбираемся с этими функциями регенерации организма, с состоянием омоложения, со всеми вот этими техниками. А уже начиная со следующего понедельника в наших открытых встречах тематика будет именно такая. Этому научить нельзя. И мы будем стараться, потому что то, чему нельзя научить, можно передать. Мы будем рассказывать про режимы прямых передач, почему именно это так передается, почему нужно контактировать с тем, кто это может передать, потому как некая деятельность головного мозга настолько высокоскоростная, что у нас в принципе не существует того скрипта, который мог бы объяснить словами, что в этот момент происходит. Любое объяснение словами замедляет этот процесс и затормаживает его, и мы не получаем того результата, который нам бы хотелось получить. И вот это вот, поэтому этому, говорят, научить нельзя, но можно передать. Если кто-нибудь был там на школах гипноза или был в каких-нибудь эзотерических, духовных техниках и практиках, много вам там чего объясняли? Думаю, что нет, потому что многие из мастеров, они сами не понимают, как это происходит. И как меня, допустим, учила моя бабушка-целительница, она говорила, просто делай так, как я делаю. Вот все, никаких слов, никаких вопросов, но мы будем все равно стараться делать эти техники и практики наукоемкими. Что это значит? Это значит, что при соблюдении определенной технологии, при соблюдении определенной последовательности действий, вы получаете все время один и тот же результат. Ну, в школах гипноза таким результатом являются скрипты, прямая передача, когда вы контактируете с гипнотизером. Если вы там идете на какие-то другие техники и практики, вам будут говорить о системе инициации, о системе посвящений, о системе разного рода техник и качеств. Здесь мы говорим об определенной способности человека, или, вернее, человеческого сознания, мыслить не только в плоскостном уровне, в декартовой системе координат, но и возможности человеческого сознания мыслить многомерно. При этом под словом мышление мы ровно так же, как и Стивен Хокинг, понимаем, что мышление – это не слова. Мышление – это не образы. То есть человек мыслит и имеет мышление совершенно иного порядка. То есть, скажем так, ваш же мозг мыслит во время сна, когда вы уходите в сновидение, вы можете видеть сны, вы можете не видеть сны, но тем не менее процесс мышления у вас не заканчивается. Нам хочется думать, что наши мысли – это слова, которые приходят к нам в голову, либо образы, которые приходят к нам в голову. Но на самом деле это не так. То есть и Стивен Хокинг говорил о том, что мышление – это не мысли, это не слова, это не образы, это некая информационная субстанция, которую мы можем даже не ощущать, потому что она высокоскоростная. Эта информация рождается вспышками. Здесь, кстати, очень хорошо на этой картинке показано, как нейроны мозга рождают вот такие же вспышки, как рождаются вот эти вспышки во Вселенной. Что значит вот эта вспышка? Эта вспышка, когда мы видим некую вспышку, то это говорит о том, что некий объект разогнался до такой скорости, что мы настолько медленные, что мы видим только вспышку. И физики проводят такой опыт, они это делают, очень любят этот опыт всегда показывать, когда на экране компьютера разгоняется автомобильчик, разгоняется до такой скорости, что он уходит во вспышку. Если вы не видите разгон этого автомобильчика, а вам на экране показывают эту вспышку и спрашивают, что ты видишь? Вы говорите, вижу светящуюся точку. Для того, чтобы увидеть, что это автомобильчик, вам нужно, согласно закону физики, нестись с этим автомобильчиком ровно на такой же скорости. Тогда он для вас останется автомобильчиком. Либо, раз вы такие медленные, вам нужно этот автомобильчик замедлять. И замедляя этот автомобильчик, постепенно вот эту вспышку мы понимаем. Ага, вот в этой вспышке вшита вот такая-то информация. Это автомобильчик. Вот ровно так, такими вспышками, такими диапазонами мы и мыслим. И принято называть этот тип мышления инсайтами, инсайт, вспышка. И нам, знаете, еще в духовных практиках это называется просветление. То есть, когда мы видим свет, что мы видим свет? Мы видим вот эти сгустки информации, которые разогнаны до скорости света и на такой скорости прибывают, что нам они кажутся просто светящимися объектами. И для того, чтобы их расшифровать, нам нужно, у нас есть два выхода из этой ситуации, либо разогнать свое сознание до такой же скорости. Вот эту вот логическую, чудесную нашу часть. Почему я вам сейчас вот все это объясняю? Потому что мы с вами живем в логичном мире. Мы обладаем очень крепким, очень устойчивым логическим мышлением. Логическое мышление свойственно человеку, когда он находится в хороших условиях жизни, когда он находится в таких хороших обстоятельствах, и у него практически отсутствуют какие-то экстремальные ситуации. Потому что чем сложнее жизнь, чем больше вот этих экстремальных ситуаций, тем меньше логики в жизни человека. И скажем так, чтобы вот завести вас на такую технику, на такую практику, где я вам действительно покажу уникальную возможность вашего мозга, и вы в этом убедитесь. В конце занятия мы все равно обязательно попрактикуем немножечко. Вы это убедитесь и увидите. То есть если бы вы были племя, а я была бы шаманом, то я бы ничего вам вообще не объясняла. Я бы сказала вам, так все племя, собрались, вот костер, вот бубен, вот мы сейчас будем делать вот так вот. И все, и никаких объяснений в этой ситуации нет, потому что племя находится в экстремальных условиях и требуется какое-то выживание. И шаман не тратит время на то, чтобы объяснить, зачем они будут скакать вокруг костра. Что у нас требуется? Поскольку вот это как раз люди, которые в экстремальных ситуациях, логика выключается, включаются бессознательные процессы, а бессознательные процессы, они нам даны для того, чтобы нам вышивать в определенных условиях. И наоборот. То есть мне нужно вам объяснить, что будет происходить во время пляски вокруг костра. Найти вот этому каким-то словесным объяснением, выйти на сторону логики, найти те слова, те подходы, методики, объяснить вам, почему мы будем скакать так, а не иначе, почему по часовой, а не против часовой стрелки, почему я буду стучать в бубен 10, а не 12 раз, и вообще, почему я буду стучать в бубен, и буду ли я стучать в бубен вообще. Нет, Сереж, звук и видео у нас все есть, все прекрасно. Нелли, разберитесь, пожалуйста, с Сергеем, помогите ему, чтобы у него был звук, чтобы у него было видео. Так, у кого еще нет звука? Странно, у меня потому что все время непрерывный процесс. Да, да, отлично. Потому что у меня есть этот сигнальчик, который показывает, ну, еще раз говорю, да, когда мы вот в таких волнах, в таких пространствах, где электрики могут вести себя очень странно. Поэтому перезагружайтесь, если что, Неля там вам поможет, выйдет как-то на связь, напишет в личку и так далее, и тому подобное. Итак, вернемся дальше, да, к тому процессу, который у нас к логическому, без логическому мышлению. Так вот, задача наша или современного человека, его мышления для того, чтобы быть в каких-то определенных параметрах, для того, чтобы вот включать какие-то запредельные ресурсы своего организма, хотя они, в общем-то, и не запредельные. Это нормальные особенности и потенциал человека, доступный совершенно каждому. Ну, просто в какой-то момент была утеряна вот эта способность управления этим инструментом, потому что мы перешли на логическую часть мышления, в ней хорошо так подзависли, подзавязли. И вот этой логикой мы перестали управлять. Мы перестали управлять событиями. Мы перестали управлять погодой, природой и даже собственным организмом. И наше тело, оно стало жить, ну, какой-то своей особой жизнью, которая тоже нам не подчиняется. То есть, ну, прыщик вскакивает, вас не спрашивает, кто скотч, кто или не скотч. Вот, и все процессы, они как-то происходят, и нам кажется, что мы вот это все не будем... А какая презентация, Анжелика, о чем речь идет? Вот это видео, которое сейчас... Анжелика? А, да. Я стараюсь держать себя немножечко в рамках, и поскольку у меня тут аудитория, которая была на прошлом занятии, раскрутила меня на такую информацию, которую, собственно говоря, я не хотела бы выкладывать в сеть. Вот, но если я буду держать себя так немножечко в рамках, то я, конечно, это все выложу на свой канал в YouTube. И вы получите ссылочку на это занятие, на эту открытую встречу, за исключением самой закрытой части. Так вот, все, давайте дальше. Принципы. Я вам сказала, для того, чтобы понимать, как мы мыслим, у нас есть два способа. Первый способ – это разогнаться, разогнать свое сознание, разогнать вот эту чудесную логическую часть или убедить в логическую часть. Вот, кстати, да, с этой логической частью было огромное количество экспериментов, поскольку я являюсь советником президента Академии национальной безопасности, ну и мне приходится общаться с военными, которые проходили разного рода подготовки, в том числе и подготовки псионического характера, где проводились разные такие подготовки с психикой связанные, и в том числе подготовка спецподразделений. И вот эти военные, они мне рассказывали о том, и рассказывают по сей день о том, что невозможно, чтобы человек сохранял свое логическое мышление и сохранял вот эту запредельную высокочастотную часть. Для того, чтобы вывести человека туда в высокочастотную часть, проводились такие практики, когда им полностью выключалось логическое мышление. Ну и все. И тогда этот воин становился неуязвимым, он совершал чудеса, но потом, когда ему снова включали логику, он ничего не помнил из того, что с ним происходило. Ну это третий путь, который мне, скажем так, неинтересен, и я вам хочу сказать, что сразу говорю, что мы по нему не пойдем. То есть вот путь, где вот померкло ваше сознание и померк ваш разум, я даже не рассматриваю как вариант. Да, это такое возможно, и вот эти вот техники, они существуют, но я даже не хочу их разбирать. То есть вот разум, чтобы погас, чернота, темнота, да, и вы там начинаете действовать вот в каком-то таком формате, да, вы действуете безошибочно, да, вы совершаете победоносные движения, да, вы неуязвимы в таком состоянии, да, вы обретаете навыки сверхчеловека, вы владеетесь ими сверхспособностями, та информация, которая приходит к вам в этот момент, она истинная. Но этот путь кривой, потому что вас вернули, вы не помните, путь вами не понят, не запомнен, вы забыли, вас там не было. То есть померкший разум, ну, это не моя история. Вот разобрав вот эту технику, я решила, что вот по этой пути, по этой колее мы точно не поедем, не пойдем. Поэтому мы вот этот третий путь даже не рассматриваем. Мы рассматриваем два пути. Первый – разогнать вот этот свой разум до таких скоростей, чтобы он мог понимать, о чем эта вспышка. Либо второй путь – научиться ловить вот эти сигналы, ловить эти вспышки и замедлять их, потихоньку спуская эту информацию, прогружая им сенсорную систему, научиться расшифровывать и замедлять вспышку. То есть я считаю, что у нас только два пути. То есть первый путь – это путь ускорения разума. Ну, это потрясающее состояние. Мы сегодня с вами его немножечко попробуем с вами, как это выглядит, потому что у вас будет такое полное ощущение, что все вокруг очень-очень медленное. Медленно едут машины, медленно говорят люди. Вот кто-нибудь пытался поговорить во сне? И вот, знаете, когда вы пытаетесь поговорить во сне, вы получаете вот такой медленный звук. То есть это такое состояние, как в быстром-быстром сне, но при этом вы находитесь в реальности, вы находитесь в разуме, вы находитесь в сознании. Ну, либо второй путь, которым мы занимаемся уже на нашей школе, когда мы берем вот эту вспышку, как сгусток информации, и расшифровываем ее, спуская ее на свой уровень. Вы сейчас мне скажете, а где у нас тут регенерация, где у нас тут омоложение? Так, ну, все очень просто, потому что именно только в этом состоянии, когда вы находитесь вне времени, когда вы находитесь вне пространства, когда ваше сознание многомерно, да, вот что-то очень близко к этому, близко, сейчас разберем, сейчас все, вы знаете, да, да, Федор, совершенно верно, именно так, шлейфиком, это даже и называется шлейф, да, вот такая вот остаточная информация, да, я сейчас вам это все объясню, вы поймете, что вы где-то в реальной жизни, каждый из вас попадал вот в эту историю, но просто не запомнил путь туда, и мы сейчас все это потихонечку с вами разберем, так вот, именно в этом состоянии вы становитесь вне пространства, вне времени, вы становитесь неуязвимыми, и ваш организм, он начинает обладать другой биохимией, биофизикой, на которую не действуют процессы энтропии, и вот это, кстати, последние исследования ученых, вот это доказывают, да, когда они наконец-то сверили мозг человека, и фотографии Вселенной им стали доступны, и они смогли вот это хотя бы как-то все объяснить, как это все происходит, а до этого все было очень сложно, да, то есть было сложно догадаться, хотя древние-то они как раз про вот это все и знали, смотрите, они нам рисовали, если вы зайдете в Египет, да, вот, пожалуйста, шишковидная железа, глаз гора, который делает человека равным богам, а шишковидная железа, там у нас есть минерал гидрокси, апатит, который как раз является излучателем, приемником вот этих инсайтов, и управляя вот этой шишковидной железой, мы можем как раз и входить вот в эти состояния, это основной наш инструмент, а вот эта шишковидная железа до 50-х годов прошлого века вообще считалась рудиментом, и даже предлагали ее удалять, так вот, у египтян шишковидная железа, она была размером с виноградинку, а у нас сейчас рисовое зернышко, и она, когда начинается прием, или вот мы выходим вот в эти инсайты и так далее, начинает распускаться, раскрываться, как шишечка, и вот эти визуализации, они сохранены в разных культурах, кто-то это как лотос, кто-то как раскрывающую шишечку, и как раз это вы, да, как бы думаете, что про это мы вот только-только узнали, что это оказывается срез мозга и так далее, и тому подобное, а вот Ватикан-то про это знал давным-давно, и вот не знаю, тут у меня есть фотографии или нету, так вот, в Ватикане, кстати, перед основным зданием, да, установлен памятник шишки, не Иисусу Христу, как, казалось бы, более логично было бы, а шишки. Ну, это вообще отдельная тема, отдельная песня, потому что даже почему крест, когда нейроны мозга становятся в виде креста, мы смотрим на какую-то картинку, нейроны мозга занимают определенную позицию, когда они принимают такую крестообразную форму, еще и в многомерности, то на самом деле становится очень многое возможно, и все вот эти вот жесты перекрестись, посмотри на крест и все прочее, оно заставляет формировать нейроны определенным образом, вставая в такой тоже особый галактический ряд, опять же, да, то есть я вам говорю, что сознание человека, его нейронная система, это гармония галактики, если бы мы все время были в самоостройке с этой галактикой, у нас бы проблем не было, потому что именно в этом состоянии, когда сознание человека многомерно, не в 3D координатах, не в декартовой плоскости, никогда человек не заменит искусственный интеллект, искусственный интеллект может взять только плоскостной формат, но вот этот объем, хотя бы, знаете, формата древа сиферот, а это уже 22-мерное пространство, поэтому древо сиферот, ну, невозможно его сделать в макет, а мы имеем дело, если возьмем каббалистику, только с такой, как это называется, как карта, да, то есть проекция на горизонтальную поверхность, но представить себе, вообразить себе вообще древо сиферот, потому что это 22-мерное пространство, невозможно, так вот, первый путь это ускорение, ускорение нашего разума, и вот это мы тоже используем, и только вы это ускорили, вы получаете раскрытие, потому что для того, чтобы ускориться, вы думаете, так просто ускориться? Ускориться сложно, почему? Потому что у нас очень много блоков и барьеров, которым это ускорение препятствует, начинает замедлять, ну, это что, это тот негатив, который вы скапливаете в теле, то есть наше тело, такой небольшой ликбезик, да, оно живет по принципу, я зла не помню, я все записываю, и вообще тело предназначено для того, чтобы принимать на себя удары, принимать на себя всю грязь, которая летит вот в эту гениальную часть, в бессознательную, в душу, так называемую, да, в разных, называется по-разному, и вот это все удары принимает на себя тело, так же, как одежда, да, то есть она у нас признана для чего? Ну, чтобы тело не пачкалось, мы одеваем одежду, постирали, одели заново, вот и тело, если оно у нас в куче вот этих всех, весь негатив прежде всего принимает удар тела на себя, и для того, чтобы разогнаться, у нас тело, ты куда, да я уже такое тяжелое, да я уже такое все вот забитое всем, все, всем, вот всем непонятно, и опять же вопрос наоборот, да, для разгона нам нужна вот эта легкость, нам нужна расслабленность, и нам нужны базовые эмоциональные определенные состояния, так называемая зона комфорта, и поэтому в моей школе, в моих практиках у нас все с точностью да наоборот, из того, что, ну, принято, вообще принято, то есть, ну, во-первых, запрещено выходить из зоны комфорта, вот категорически запрещено, зону комфорта вы можете расширять, но выходить из нее нельзя, второе, мы никогда не лезем в травмы, и мы не лезем в негативные состояния, мы их просто убираем не глядя, то есть, это та гадость, которой не стоит вообще копаться, потому что она еще больше вас замедляет, это убирается просто не глядя, за счет чего, потому что в нашей школе мы разбираемся только в позитивных состояниях, я принимаю людей, да, и никто из моих клиентов ни разу не пришел ко мне и не сказал мне, Тань, ну, вот, почему я такой успешный, почему мне так везет в любви, почему я такой счастливый, давайте рассмотрим причину моей проблемы, давай рассмотрим причину твоего успеха, зачем нам смотреть твою проблему, для чего, чтобы она еще усилилась в те что, открою вам маленькую тайну, да, то есть, все вот это копание в проблемах, она делает вас еще более медленными, еще более послушными, управляемыми, еще дальше отдаляет вас от сверхспособности, никакого прорабатывания в этом не получится, единственный способ, когда вы будете копаться, она так не уйдет, она только усилится, потому что вы добавите туда внимание, вы добавите туда энергию, и вы еще уплотните это событие таким образом, что ваш мозг запомнит туда путь, копание в проблеме, наш мозг, он обучается, и те, кто дают вам эти практики, они прекрасно знают, чем это все заканчивается, наш мозг обучаемый, и когда вы идете в проблему, мозг запоминает путь в проблему, в нашей школе мы туда не ходим, мы ходим в успех, мы входим в победу, мы входим в счастливые моменты, потому что вот если вы запомните, и мы обучаем мозг идти туда, где победа, туда, где успех, и мозг начинает вас водить именно по этой дороге, по дороге счастья, по дороге успеха, по дороге побед, по дороге любви, и по дороге здоровья, мы не разбираемся в проблемах, в болезнях, в болячках, и откуда оно к вам пришло, но это все равно как вот в туалете сидите, смотрите, что там из вас вышло, ну вышло и вышло, до свидания, вы же не разбираете, что вот это вот я съел малинку, а вот это вот крыжовник, а вот это вот вам плевать, вот оно точно так же все это должно уходить, мозг обучается, и вот это хорошее позитивное состояние, оно само по себе затрет негатив, так же как когда больше плюса, плюс поглощает минус, законы физики, физика работает всегда, мозг обучаем, ничего здесь Анжелика оригинального нет, это знание просто законов физики, которые почему-то все вдруг резко забыли, вот, и это знание того, что как работает и устроен наш мозг, наш мозг обучается, не надо его учить, ходить за проблемами, он сам туда придет, проблемам учить не надо, надо учить человека запоминать путь в успех, запоминать путь в здоровье, запоминать путь в счастье, и поэтому мы всегда находим самые счастливые моменты, самые позитивные, самые сильные, там даже если вы идете в регрессию, даже если вы идете в прошлую жизнь, найдите, даже если вы там общаетесь с предками, найдите среди предков не генетическую там какую-то недостачу, неудачу, найдите их успешных, фартовых, которые выходили из проблем, которые находили пути решения, также в регрессии, также в прошлых жизнях, найдите там, где вы сильны, где вы богатые, где вы счастливы, где вы в любви, где вас все обнимают, ценят и целуют, где вы в признании и так далее, и научите мозг это запоминать, мозг обучается, но обучается на определенном, опять же, языке, на языке вспышек, еще нужно будет вот это вот вспышки перевести, поэтому вот это два основных правила, где, ну, и плюс вот те, кто пойдут ко мне на школу или там как-то вот вам повезет и вы ко мне попадете на обучение, я, конечно, учу, что в негативе вы можете побыть, ну, не более 15 секунд, потому что дальше уже появится запись в теле, надо будет с этим что-то делать, ну, в общем, как-то вот такие есть быстрые выходы, вот это ресурсное состояние, оно всегда из зоны комфорта, оно всегда в позитиве, и оно всегда многомерно, потому что оно звучит со стереоэффектом, и оно всегда резонансно с основными диапазонами Вселенной, и вот те, кто начинает у нас заниматься, я сразу это говорю, ребят, вот управлять погодой, природой, животными, это вот один-два модуля, там, месяц-полтора, и вы это умеете, каждый там умеет, и дождик вызвать, и облачко стереть, или там у нас был шторм там убрать, еще там что-то, да, но социум это сложнее, потому что диапазоны в социуме очень сильно кривые, все искривлено, искривлено так, что мы не попадаем в эту вселенскую гармонию, начинаем криво звучать, от кривого звучания мы все равно проекция Вселенной, мы все равно многомерно, вернемся, да, вот к этой истории, обратно к нашему мозгу, да, который и есть Вселенная, то есть, когда мы начинаем звучать криво, у нас рвутся вот эти нейронные связи, и тогда наступает старость, тогда наступает болезнь, тогда наступает неудача, тогда мы чувствуем себя несчастными, нересурсными, нам не хватает энергии, нам не хватает поддержки, нам не хватает какой-то подпитки, еще каких-то там историй, и уже вся Вселенная, все человечество, ну вот поэтому эпидемия, поэтому вот эта болезнь, поэтому вот это все кризисы, катаклизмы и так далее, и тому подобное, мы сами оказываемся в ловушке своего же странного мышления, а всего-то надо, да, настроить свои резонаторы и послушать просто, как звучит Вселенная, попробуйте, тут, да, вот еще там есть картинка, нейроны мозга, строение Вселенной, очень кто любит цифры там и все прочее, человеческий мозг и Вселенная, открытие астрофизика Франко Батца из Болонского университета Альберто Филетти, нейрохирурга из Вероны, и вот они, кстати, проводили все эти исследования о том, что физические процессы, которые структурируют материю Вселенной, действуют по одним и тем же законам, что и нейроны человеческого мозга. Соответственно, человеческий мозг, он обладает нейронной сетью, где 69 миллиардов нейронов. Ровно столько же насчитана галактик во Вселенной. Ну, правда, ученые говорят, что мозг не восстанавливается, восстанавливается, так же, как восстанавливается галактика. Она обладает процессами регенерации, обладает процессами омоложения. И у меня есть первая лекция на YouTube-канале, вы можете ее послушать, там, где я как раз рассказываю об этих примерах, которые есть, что люди должны в принципе сохранять себя в 18-летнем возрасте, процессы старения у человека не должны быть. представляете, у нас получается очень длинная старость, тем более такая продолжительность жизни, и что, вот человек начиная там с 60 лет, там, уже он как-то может прожить 90, получается 30 лет, он что, живет вообще разваленный, что ли? Нет, он должен быть таким же в 70, как он был в 18. и вот этим мы как раз сейчас и занимаемся, мы вот включены очень сильно в этот процесс изучения, исследования и практик на эту тему и будем продолжать и делать так, чтобы вы были независимы от того, что говорят, независимы от того, как мыслят другие, потому что вот эта установка, что мы должны стареть, она ошибочна, не должны и не старели. В Древнем Египте люди не старели. Жрицы сохраняли менструальный цикл до 80 с лишним лет и в принципе они сохраняли свое тело в том же состоянии, что и в 18 лет. Правда, там шишковидная железа была, всем другая, нейронные связи были, совсем другие. Да, мы немножко пожертвовали все в пользу социума, в пользу каких-то укладов мышления и в пользу развития той же медицины и медицины как бизнеса и так далее и тому подобному и то, что вот то, то, как нас обучают, вот даже вот эта история все как будто бы с точностью да наоборот. Ну, в принципе, я могу предположить, для чего все это делается, для того, чтобы не нарушился мировой порядок, чтобы бедные становились бедные, богатые богатыми, поэтому психология немножко вся перевернутая и техника, она другая. Почему этому научить нельзя? Потому что там на тех скоростях нет слов, нет образов, там есть вот эти вспышки, есть диапазоны, но эти диапазоны, они могут передаваться невербально. Мы можем это состояние транслировать и транслируя это состояние, мы можем с помощью как раз своего сознания восстанавливать и себя, и других людей, восстанавливая за счет собственного ресурса. Это не моя там энергия, когда я работаю как целитель, не космическая, какая-то, это ваша энергия, это энергия каждого человека, его собственная, каждого и собственная. Каждый человек вот такая, он и есть вся вселенная, он и есть маленькая копия вот этой вселенной, и когда говорят вся вселенная внутри меня, вот оно ведь так оно и есть. И главное не рвать вот эту связь с этой вселенной, все время быть с ней в гармонии и чувствовать и слышать. и только так мы можем регенерировать и восстанавливать клетки, даже клетки головного и спинного мозга, которые потом уже восстановят и весь организм. в том случае, если мы многомерны. Ну вот к этой многомерности конечно тут у нас очень сильно ковид меня к этому подтолкнул и заставил меня об этом задумываться, потому что когда только началась вот эта история с ковидом, мне попались и разработки советских ученых, которые готовили спецподразделения к выживанию в условиях эпидемии и эта технология называлась изумрудной скрижали. Как раз тоже настройки сознания на многомерность. Мы назвали этот семинар «Время силы». Кстати, я буду его проводить 12 числа в Академии национальной безопасности и могу сказать, что все те, кто прошли этот семинар, никто не болел. Даже врачи в красных зонах, даже при прямом контакте, даже вот те, кто у меня тут есть из моих учеников, в общем-то нас не коснулся ковид, потому что при всей его изобретательности этой маленькой бактерии, она все-таки плоскостная. У нее нет многомерности. Запомните, когда вы многомерно мыслите, ваше сознание о многомерности, когда вы высокоскоростные, вы неуязвимы, вы вне пространства, вне времени. Ну и дальше тут уже вы можете включать сюда любые открытия. Тот же Эйнштейн и Розен, когда он говорил о том, что сознание едино во всех мирах, во всех пространствах. По этому принципу построен мост Эйнштейна и Розена. Вот уже отдельная история, которая имеет дело к регрессологии отношения, но не к нашему истории восстановления нейрона. Для того, чтобы восстановить и послушать, как вы звучите изнутри, есть великолепные в интернете записи звуки Вселенной, которые сделала НАСА в космосе. Попробуем их включить. Самое главное, что потом нам из-за этих звуков Ютуб не заблокировал запись. Смотрите, для того, чтобы все это послушать, послушать, чтобы вам это не давило на голову, а вы стали частью этой Вселенной, я вам сейчас немножечко помогу, но тем не менее, раскройтесь, прям такая должна быть визуализация, что вы раскрываетесь и отпускаете границы. Как я вам говорила, эти визуализации в разных духовных практиках, они совершенно различные. Вы можете раскрыться, как цветок, вы можете раскрыться, как кожура банана, либо как снимается костюм дайвера, либо как та же самая шишечка. И вот тут у вас вот этот эпифис, в принципе, вот это место вы найдете на голове легко, потому что одно это место теплое, все остальные места на голове холодные, а вот тут у вас прям тепленькое место, и оно начнет как бы немножечко так греться, потому что оно начнет у вас расширяться и раскрываться, когда вы будете визуализировать раскрытие. Кстати, третье правило в нашей школе, мы не закрываем глаза. Почему? Потому что я хочу, чтобы сознание распространялось на бессознательную область. В этом и есть суть расширения зоны комфорта. То есть бессознательная область это и есть комфорт. И расширяя свое сознание на бессознательное, мы расширяем зону комфорта, при этом оставаясь в сознании, таким образом мы получаем доступ к управлению бессознательными процессами. Поэтому закрывать глаза у нас запрещено. Вы можете в этом состоянии находиться и должны научиться находиться 24 часа в сутки, потому что оно правильное. Вы можете в нем логически мыслить и разговаривать и одновременно быть во всех пространствах, одновременно это возможно. Не нужно вас выключать и гасить ваш разум ни гипнозом, ни какими другими практиками. Разум должен сиять и светить. И его, вы это свечение разума расширяйте на бессознательную область, соединяясь с тем высокоскоростным свечением бессознательного, а его скорость равна скорости света. Поэтому раскроетесь. А из чего состоят границы? Из контроля. Это ваше сознание выставляет по периметру. Это, кстати, четвертое правило в моей школе. У нас нет границ. Потому что границы, как говорят военные, это уязвимые подступы и места. То есть это туда, куда вас могут как раз и ударить. Это делает вас уязвимым. И у нас сознание расставляет камеры по периметру, как бы не пришел враг. Но когда вы раскрываетесь, вот только тогда вы становитесь по-настоящему защищенным. Потому что при полном раскрытии туда не приходит враг. Туда приходит знание, туда приходит любовь, туда приходит здоровье и могущество. И наши границы, вот эти наши уязвимые подступы, они состоят как раз из наших обид, прошлого опыта, неудач и так далее и тому подобное. Поэтому не спешите, не торопитесь, потихоньку раскрывайтесь как цветок, раскроете границы, не закрывайте при этом глаза. Для чего? Для того, чтобы запомнить путь туда, ваше гениальное, бессознательное, которое разговаривает с вами вспышками, маячками. Именно оно, это состояние даст вам процесс и омоложения, и регенерации, и время пойдет по-другому. И вот теперь, когда вы раскрылись, вы сможете услышать Вселенную по-другому. Солнце, энергия огня, энергия огня, все это есть у нас и самостраиваясь со звуками Вселенной, будем выключить ногами. стоят на земле, а голова вот, барак планеты. Каждый бед откликается у вас и вот в момент этого звучания какая-то нейронная связь срастает. «Академия огня» «Академия огня» «Академия огня» Продолжение следует... 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 В таком состоянии восстанавливаются клетки и спинного, и головного мозга. Мышление, память, все становится четче и быстрее. Зрение, слух и так далее и тому подобное. Поэтому и вы становитесь неизвимы, потому что биофизика, биохимия совершенно другая. Но на закрытой практике я прям вас проведу там по этому пути. И там будет именно такая техника, что чем вы старше, тем вы моложе. Вы мудрее, но моложе. И каждая секунда прожитая удлиняет продолжительность вашей жизни. Вот такая будет программа на закрытой практике. Поэтому у нас закрытая практика начнется в 21.30. Кто хочет к ней присоединиться. Напишите Нелечке. Сейчас я вам напишу ее телефончик. Федор, да, мы абсолютно правы. Да, да, да. Гениальный, кстати, Федор. Очень хорошие способности. Телефон Нелли для тех, кто идет на закрытую практику. Вы напишите ей, она расскажет вам, как туда попасть. Мы будем ставить эти программы. Итак, начиная со следующего понедельника, пожалуйста, сидите на таймпаде. Вот точно тоже по телефону Нелли вы можете зайти в наш чат в WhatsApp, чтобы получать последние новости о том, что у нас происходит. Начиная с следующего понедельника я начну курс лекции. Этому научить нельзя. Я буду вам рассказывать о техниках, которые мы исследовали. Там будет и про целительство, и про шаманизм, и про каббалистики. В общем, такие интересные довольно темы. О чем они, и про что они, и как. Про гипноз, про техники спецслужб и так далее и тому подобное. Что еще? Ну, ссылку на наш сайт я вам сейчас тоже сброшу сюда. И у нас все занятия заканчиваются одной и той же техникой и практикой. Для того, чтобы мы потом не начинали заново, у нас есть практика, которая называется фиксация. Когда, ну, я сама оттуда. То есть я советник президента Академии национальной безопасности. И мы недавно провели конкурс техник и практик по ментальному управлению здоровья. И со следующего года, с октября, мы будем вручать премию за успешные практики. И мы занимаемся сбором, практиках, технологии наиболее успешных, адаптируем их. И потом выдаем их гражданскому населению. Это называется интеллектуальная конверсия. Да, ну, там, что говорится о спецслужбах, технике и практике. Естественно, что мы берем то, что пригодится в народном хозяйстве, в быту. И я однозначно ставлю блокировки на любое негативное использование этих техник и практик. Только во имя любви, здоровья, успеха, добра и благополучия. Все, что приносит вред человеку и человечеству, у нас категорически запрещено. Еще одно правило нашей школы. У нас мы очень сильно отличаемся от традиционных программ. Потому что, ну, я не знаю, почему так учат. У нас совершенно все немножко по-другому. То есть мы не разбираемся в проблемах, не копаемся. Мы не закрываем глаза. Мы не выходим из зоны комфорта. Мы против концентрации. Потому что у нас не концентрация, у нас фокусировка. Мы за легкость, потому что иногда такое легкое. И управление должно быть скрытое и легкое, незаметное, как крыло бабочки. Как полет орла не оставляет следов. И это производит гораздо больше эффект, чем тяжелый шаг. И у нас нет границ. Мы вот едины со всей вселенной. Потому что границы это скрытые подступы и уязвимые места. Мы не признаем болезни, не принимаем лекарства. В общем, вот так вот. При этом все наши программы и техники, они наукоемкие. И они, как это называется, отторгаемые. То есть говорят ученые. То есть они могут передаваться, им можно научить. И самое главное, тренироваться. То есть мы здесь, ну, единственное, что это все требует тренировок. Это все тренируется. Пишите фиксацию. Да, 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 алкоголь. Фиксация это, чтобы было хорошего, ценного и полезного за тот час, который мы с вами провели вместе. В 21.30 у нас начало закрытой практики. Каждый день по понедельникам. Вот здесь на площадке Proof.me я провожу открытые встречи в 20 часов. Программу вы можете увидеть на таймпаде, либо на нашем сайте. В интернете набирайте институт невербальной коммуникации. Татьяна Нечаева, найдете меня легко. Нет, фиксация это то, с чем вы уходите. Это разница между тем, с чем вы зашли. И с чем вы уходите. Фиксация это, что было ценного, полезного, интересного на этом занятии. То есть это некий якорек, который поможет вам потом заходить в вот это состояние, вспоминать, что здесь было. И ваш мозг, вспомнив вот это состояние, на раз, два, три снова вернется в то состояние, если вы его покинете. Потому что привычка, есть привычка. И вполне возможно, что вы вернетесь завтра же в свое привычное состояние, забыв то волшебство, которое у нас сегодня здесь происходило. Но для этого вам требуется фиксация якорек. Запомни, на что это похоже. Что было ценного, что было интересного, что было полезного. И прописав вот это, дальше это станет вашим маячком и якорем по жизни. Ну да, планеты, они такие. Родное, да, точно. Сейчас пойдем на закрытую часть, Оля. Я не знаю, кто такой латра. Ну ладно, наверное, что-то хорошее, да, Павлияна? Спасибо тогда. Прям чувствую, что что-то хорошее, вот комплимент прям чувствую. Ну вот, я рада, что я вас хоть этим удивила. Мне все время хочется, да. Да, да, сейчас пойдете на практике отдохнете. Спасибо всем, кто присутствовал, всем, кто меня слышал. Эта лекция, она будет сохранена на YouTube-канале. Вы в свободном доступе, вы можете ее там найти. Мы вам всем разошлем ссылочку на YouTube-канал. Пишите фиксацию. Скину вам ссылку на YouTube. Приглашайте, мы с удовольствием принимаем участие в разных конференциях. Да, у нас тут очень много есть из Америки, из Канады. Это ссылка на наш канал на YouTube. Ну, из Новосибирска еще, ну, когда у нас там будет 8 часов разница, то и 12 часов. Ну, в Новосибирске хорошо у нас есть из Сургута, еще из каких-то таких северов, где 4 часа разницы. Из Красноярска люди в школе и в центре. Есть Канада, есть Германия, есть Польша. Да, я человек науки. Я действительно исследованием занимаюсь. У нас научно-земеский центр. Я считаю, что вот это знание, которое сейчас, как никогда, кстати, вот это лучшее вложение, которое вы делаете, это вложение в себя, в развитие своих способностей, потому что вы сориентируетесь в любой ситуации, измените ее так, как вам надо. И будете создавать то, что вы хотите. Спасибо. Благодарю вас всех. Спасибо огромное. Павлена, спасибо. Ирочка, спасибо. Рад тебя слышать, видеть. У нас будет открытая встреча, вот конкурсы ментальных практик победителей. Там будет великолепный тоже, вот, кстати, будет Олег Рубайлов, который преподает гипноз как раз для военных. И у него очень интересный семантический гипноз. Будет Ольга Петровна Мигунова, ученица миссинга. И будет Виталий Головин, который изучает этнические техники, телесные практики разных народностей. У него прям такая древность, древность этническая. Ну, очень интересные методики. Всем пока. Спасибо. 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 Спасибо.